Эксперт по языку тела, в Путине Трамп нашел своего наставника Ульрих Зальман Фочус, Германия 18 июля 2018 года Весь мир следил за встречей в Хельсинки президента США Дональда Трампа с российским президентом Путиным Тирады Трампа в Твиттере вселяли большую неуверенность Но и Путин знает, как смутить мир своим непроницаемым, как у сфинкса, лицом Политика живет в интерпретации таких моментов, как эти Неизвестно, о чем говорили или даже договорились в Хельсинки за закрытым дверями Однако язык тела обоих глав государств позволяет предположить, кто вышел из этой встречи победителем Вначале Трамп выглядит воинственным первое публичное выступление Оба президента с переводчиками перед журналистами Трамп сильно наклонился вперед, руками упирается в бедра Его взгляд с широко раскрытыми глазами направлен, очевидно, на находящихся в помещении журналистов Голова Трампа слегка наклонена в сторону, при этом плечами он подался вперед Так выглядит тот, кто идет в наступление, кто обороняется, идя в наступление Путин, напротив, поправляет манжеты рубашки, бдительно и выжидающе смотрит по сторонам Спустя пару минут оба президента, оценивающе, смотрят друг на друга Трамп по-прежнему в уже описанной наступательной позе Путин, напротив, держит левую руку в кармане брюк, выглядит сдержанным, но непринужденным Похоже, что он внимательно слушает, но наступательная манера Трампа его не очень впечатлила Еще пару мгновений спустя они подают друг другу руки Причем Трамп еще больше выдвигается вперед В то время как Путин придерживается левой рукой за подлокотник стула Если бы Путин потянул Трампа на себя, то уже по причине распределения равновесия он имел бы преимущество Трамп за секунду потерял бы равновесие При этом лицо Трампа заметно краснеет, что можно расценить как признак сильного волнения Путин по-прежнему выразительно смотрит на своего визави Так, словно хочет его загипнотизировать Внутренняя энергия Трампа рвется наружу Он дает это почувствовать миру ежедневно, порой даже ежечасно своими твитами Он не может иначе Он не может сохранять спокойствие Он буквально фонтанирует и спотыкается на самом себе Его запутанные разнообразные твиты зачастую противоречивыми высказываниями отражают этот внутренний эмоциональный хаос Когда он, как в Хельсинки, сидит на своем стуле, то выглядит так, словно готовится к прыжку Это и есть Трамп При этом он пытается повышением голоса и сопровождающими его гримасами придать своим словам вес, что должно внушить страх его визави, то есть миру И мир его боится, ведь похоже, что нет ничего такого, что могло бы его сдержать, что вообще могло бы его усмирить Спокойный Путин, громкий Трамп Путин, напротив, очень хорошо заземлен и спокойно внутренне Похоже, он знает, кто он такой, и какой политический вес он имеет Он может держаться в стороне, ему не надо, как Трампу, громогласно ставить себя в центре внимания Это как раз видно по спокойному выражению его лица, пристальному вниманию к окружающим Путин ждет, когда его визави, в данном случае Дональд Трамп, закончит, чтобы затем коротко и ясно привести свои доводы Доказательством становится невербальное выступление Путина, а не содержание его слов Он гипнотически, почти магически завладевает вниманием своего визави и явно знает, когда и как тот сделает следующий ход Неизвестно, о чем говорили президенты за закрытыми дверями Однако их выступление на пресс-конференции ясно все показывает Трамп, как и во время церемонии открытия, идет позади Путина, причем это не жест вежливости Путин, вот кто здесь лидер А Трамп не знает вежливости, что он недавно и доказал английской королеве Во время пресс-конференции Трамп также не может соответствовать высшей степени официальной ситуации Он не в состоянии вести себя в соответствии с протоколом Он чуть ли не спотыкается, и можно подумать, что он не контролирует свои ноги Он также не выглядит независимым, как это убедительно доказывает улыбка Путина Трамп выглядит измотанным и мрачным Напрашивается вопрос, что же потребовало от Трампа столько энергии, почему он выглядит таким измученным Чего добился Путин, который может так самоуверенно и радостно улыбаться Я помню эту улыбку, когда Путину в очередной раз удалось заключить политическую сделку Субтитры создавал DimaTorzok